И мы с вами продолжаем изучать Тору. С Божьей помощью продолжаем изучать, что такое лесть. Есть 9 видов лести, мы вчера узнали. И остановились мы на первых 3 вида лести, это когда льстят злодеем. В общем, это очень-очень все плохо, да, 4-й вид лести. Когда льстец присоединяется к злодею, то есть он его не хвалит, он его, но он дружит с ним. И такой достоин наказания. То есть если, например, это, еще раз скажу, что эта книга написана тысячи лет назад, и она идет вразрез со многими сегодняшними такими поведениями многих раввинам или цадиков. То есть сейчас принято идти чуть-чуть по-другому, то есть более в сторону милосердия, принятия, принято так во всяком случае, во многих кругах, не везде, но во многих кругах религиозных. И, значит, считается, что хорошим отношением можно повлиять на человека, который ведет себя неправильно, и пускай он хоть что-то хорошее делает, то есть идет как бы вот такое сейчас направление в религиозной мысли, еврейской, да, в основном. Но в это время, тысячи лет назад, он четко пишет, что вообще это все запрещено, страшно. То есть, опять же, может быть, сейчас нет таких злодеев. То есть, может, раньше был злодей, он ходил, например, там, тут у него висит голова, там, ребенка отрезана, тут у него рука какая-то, знаете, отрезанная. Может, там были другие злодеи, мы не знаем. То есть, злодеи в то время, может, они были уже, знаете, там, какой-нибудь джек-потрошитель, маньяк, тоже может такой вариант быть. Но пишет он, что нельзя злодею, с ним нельзя дружить. И если он не упрекает злодея, за это ему следует наказание. Но еще он, значит, когда он приближается к злодею, он попадает под закон, что за то, что ты объединился со злодеем, Всевышний накажет злодея, накажет тебя. Есть, впервые, вот такая смешная. Отдались, Архек Миша Канра, отдались от плохого соседа, в Альте Камерли Рошай, и не присоединяйся к злодею, даже в хорошем. В Альте Дяешми Пуранут, и не отчаивайся от расплаты. То есть, вот эта фраза, не отчаивайся от расплаты, она имеет несколько значений. Три. Первое, не отчаивайся, что расплата ему придет. То есть, ты как бы не удивляйся, сейчас ему везет. То есть, если ты к нему присоединишься, просто подожди. Злодеев всегда будет наказан. Это первое. Второе, если ты выполнишь указание в первых двух часах отдалиться от плохого соседа и не приближаться к... присоединяться к злодею, тогда тебе не придется отчаиваться от расплаты. То есть, тогда ты будешь спокойно наблюдать, как над злодеями придет расплата. Тора говорит конкретно, нужно стараться держаться как можно, как можно подальше от зла и от тех людей, которые с ним, значит, ассоциируются. Правильникам злодеи мерзки, говорит эта книга. И каждый обитает, ну вот именно там, где у него есть к этому тяга. Еще интересная вещь, что написано такая, да? Нельзя смотреть в лицо преступника, потому что через лицо передается, передается что-то передается. С кем поведешься, от того и доберешься. Поэтому не надо рассматривать вот злодеев. Опять же, определение злодея, оно не очень нам понятно, да? Потому что вот я вам в прошлый раз уже говорил вот этот вот вопрос, который задали Любавическому Рэбе, что написано, грешники полные заповеди. Как это может быть? А он говорит, а я вот не понимаю, как можно человека, который полные заповеди, называть грешником. То есть, человек, который хочет стать веганом, веганом, и он мечтает об этом, и он верит, что кушать мясо вредно, а кушать травку полезно. И он целый день, он не кушает мясо. И раз в день он думает, ну ладно, ну как бы пойду против своих убеждений, уже съем кусок мяса, не могу, не сдержался. Типа не съедает он кусок мяса раз в день. Он кто? Веган, который иногда есть мясо? Или он мясоед, который хочет быть веганом? Вот это же на этом примере понятно, что определение злодея, оно очень-очень растяжимое. Потому что, когда два человека в конфликте, они видят друг друга черно-белое, да, такое, ты злодей, ты злодей. То есть, они оба друг для друга злодеи, когда они в конфликте. Но муж с женой, да, вот у меня есть несколько клиентов, кому я советую, да, один, например, сейчас с женой разводится. Но я ему говорю, смотри, каждый день ей все равно шли благодарности за то, что детей тебе родила, за то, что там хорошая. То есть, помни о том хорошем, что она тебе сделала. Она же не поворачивая ее к себе стороной, что ты ее все равно считаешь, ну, вообще злодеем, так она и будет себя вести, все равно меня так считают, да. Наоборот, то есть, видь и хорошая, видь и то, что она там тебе, допустим, сделала. То есть, я не знаю, как получится, вот как раз неделю назад ему это посоветовал. Поэтому, когда мы читаем здесь вот эту фразу, что там за то, что ты общаешься со злодеем, будешь наказан, кто такой злодей, тут не четко, нет у нас объяснения здесь, кто такой злодей. Но мы им все равно учитываем все эти законы. И написано, нельзя смотреть лицо злодеям. Есть злодеи, которые, ну, конченые злодеи, да, там Гитлер, что присутствовал на всего имя. Там, я думаю, что Сталин тоже злодей, да, который 30 миллионов человек убил, то есть, он как бы, ну, злодей-злодей. А, например, если мы возьмем какого-нибудь современного правителя, да, то у него наверняка есть и какое-то доброе, и какое-то недоброе, потому что любой современный правитель, он наверняка делал какое-то добро тоже людям. Но нет ни одного современного правителя, у которого на руках были бы там 30 миллионов убитых, да, такого нет. Но есть, они делают что-то плохое, что-то хорошее, в любой, в любой стране так. Нету сейчас уже злодеев нормально. Я думаю, поэтому изменилась сейчас подход тоже, что мы ко всем относимся с позитивной стороны, что нет таких злодеев уже явных, да, кроме там маньяков, которые серийных убийц и так далее. Значит, почему нельзя дружить со злодеями? Во-первых, потому что если, вот тут написано так, «Друг злодея любит того, кто ненавидит Творца». То есть тут четко идет вот это определение «злодей-не злодей», это его взаимоотношение человека с Богом. Но тоже у нас возникает вопрос. Если человек, он с Богом, например, он говорит «Я в Бога не верю». Ну, его так воспитали. Он украденный ребенок, Маугли, да, его в школе он сам лично не читал, ни Дарвина, ни Тору не читал, ничем не читал, но он, Маугли такой, да, он вот просто поверил, что в детстве когда-то и решил быть таким, вот буду деревянным, он говорит. Ну, сказали мне в детстве, что я от обезьяны. Все, я не буду уже менять свои убеждения. Ну, хорошо, я от обезьяны. А дальше, а дальше он все идет по Торе, папу-маму уважает, никого не обманывает, плохих дел не делает. Ну, то есть, дальше он ведет себя полностью по Торе, да, добрый, честный, ни про кого не злословит, не сплетничает, там все. Но в Бога не верит, злодей он или не злодей, непонятно, потому что если он все делает по божественным законам, но в Бога не верит, может, он и не злодей. А если, например, он в Бога верит, а он в этом ворует, убивает, там делает разные такие гадости, там развратом занимаются, тоже непонятно, да, человек, например, он в Бога верит, все соблюдает, но гомосексуалист, но бывает, ну что, или там он в Бога верит, все соблюдает, но там украл пару миллионов долларов у кого-то, да, ну не сдержался, говорит, ну что он мог сделать. Или там, я не знаю, у него, несколько вот у него, он не может удержаться, видит женщину какую-то, или креветку не может мне съесть. Оно все остальное соблюдает. Где здесь граница, очень сложно, поэтому мы не будем никого судить. Мы эту книгу изучаем для чего? Для того, чтобы то, что можно, надо соблюдать. То, что ты можешь соблюдать, вот тут очень важный принцип служения Всевышнему, что не надо, тут нет такого все или ничего, да. То есть ты то, что можешь, ты стараешься делать. То, что не можешь, говоришь, но я пока не могу, и просишь Всевышнего, чтобы дал силы, да, чтобы ты полностью стал праведником, чтобы ты стал святым, чтобы Всевышний с тобой начал лично разговаривать, чтобы ангела тебе прислал, чтобы жить вечно. То есть ты говоришь, я стремлюсь к высшей духовности, но пока я как бы еще не на том уровне. Но я двигаюсь. Главное двигаться в правильном направлении. В общем, дружба со злодеем, пишет автор книги, она приносит человеку очень много зла. Например, друг злодея учится злодейским поступкам. Третье очень важное. Если ты дружишь со злодеем, по этому примеру и другие подружатся со злодеем и поверят ему, а он ограбит их. Например, пришел человек какой-то в синагогу, и он, значит, все, он молится, там ходит, все. Равины с ним домой приглашают, выпивают с ним, там, лыхаем, все, говорит, этот человек, он вообще обрезание сделал, вообще он цадик, он правильный, он, значит, даже не сделал обрезание, он только вот филин обещал одеть. Какой он правильный, какой цадик? Ну, те, которые в синагоге думают, ну, ровень же, разбираются в людях, да. Если он этого человека назвал правильным, а он в первый раз синагогу зашел, значит, можно ему доверять? Он подходит, слушай, займи мне там тысячу долларов, займи пятьсот, займи двадцать, займи сто, позанимал у всех денег и исчез. Вот проблемка, потому что он этим самым, он как бы спровоцировал, то есть, раввин, получается, становится у него вроде как сообщник, раз он вызвал к нему доверие. И вот тут написана такая интересная вещь, известно, что в Талмуде рассказывается история, был такой человек, Рейш Латиш его звали, Рейш Латиш, с теми, с кем он разговаривал на улице, им доверяли товар в кредит без свидетелей, потому что точно знали, с ним разговаривал Рейш Латиш, значит, он, наверное, человек. То есть, дружба таким образом может тоже уподобиться Лесте. Интересно, что здесь приведены, например, с Рейш Латишем. Его история очень тоже интересна будет для исследований для нас. Значит, рассказывается в Талмуде история, что был такой великий мудрец, звали его Раби Йоханан. И вот этот Раби Йоханан, он был один из величайших мудрецов поколения. Рассказывается, что он купался в реке. Про него несколько раз в Талмуде упоминается, что он был очень красивый. И очень красивый он был, и у него не было бороды. Значит, у него такое красивое лицо. Вот он плавает в этой речке, видно, он по шее в воде. И рассказывает Талмуд, что в это время разбойник по имени Рейш Латиш, со своей бандой, он шел по берегу реки. Он был бандит. И он увидел Раби Йоханан, и думал, что это женщина. И он, значит, прыгает прямо через реку для того, чтобы, очевидно, он хотел познакомиться с Раби Йоханан. Но Раби Йоханан, значит, поднимается из реки, Рейш Латиш видит, что это мужчина. Он, естественно, говорит, эх, зря я прыгал. Раби Йохананан ему говорит, вообще не зря. У тебя такой потенциал, такая сила у тебя есть, что ты должен начать учить Тору. Тут говорит, зачем? Он ему говорит, а потому что у меня есть сестра, которая еще красивее, чем я, родная сестра. И если ты оставляешь вот эту банду разбойников и садишься в Бэтмедраж, в дом учения, и начинаешь учить Тору, я выдам эту сестру свою родную за тебя замуж. Ну, Рейш Латиш думает, посмотрел, там разбоните. Тут Раби Йоханан, мудрецов все-таки в то время очень сильно уважали. Он говорит ему, хорошо, я согласен. И прыгает обратно, чтобы забрать свои вещи. И такая маленькая деталь не долетает до конца. Реки падает в воду. То есть он туда прыгнул, обратно хочет перепрыгнуть. Ну и та речка была маленькая, значит, не допрыгивает. Талмуд говорит, смотрите, что происходит. Только человек на себя принял ярмо небес духовно. То есть он принял решение оставить грех и присоединиться ко Всевышнему. Уже у него физическое тело, его животная сила ослабла. То есть его животная часть его отпустила. То есть кто прыгает? Прыгает же животное, пружина вот это тело такое, это животное. А тут он уже принял на себя, что все, я уже мудрец Торы, он себя уже представил, я уже буду все соблюдать, уже шаббат у меня скоро. И он сразу расслабился, ему не надо быть напряженным. И он не долетел. Это как бы такая ремарочка, сноска. Значит, забрал вещи, пошел учиться у Раби Йоханана. И действительно прошло буквально короткое время, там не написано сколько времени. Но Раби Йоханан лично с ним учился. И Раиш Латиш стал великим мудрецом. Выдал он за него сестру в жены, родились дети. И вот они сидят дальше учатся, изучают они какое-то место в Торе, очень сложно. И там был спор, с какого момента инструмент, значит, меч, нож, серп, становится уже готовым, окончательно изготовленным. У них был спор такой. Это важно было для ритуальной чистоты, для законов храма. Там очень такой был теоретический глухотий спор о структуре реальности. Раби Йоханан, как там в этом споре, он ему говорит, ну, говорит, скорее всего, ты прав, потому что разбойник свое ремесло знает. То есть в этом вопросе ты лучше, чем я, разбирается в этих ножах. А Раиш Латиш обиделся, воспринял это он как какое-то оскорбление, как принижение себя. Ну, говорит, может, я и разбойник, но я, говорит, когда разбойником был, меня больше уважали, чем сейчас. Да, как-то он ему так ответил, что я здесь получил, да, в Торе. Как-то он так ответил тоже, ну, двухсмысленно. Раби Йоханан это воспринял на себя как обиду тоже, да, как-то вот он среагировал, обиделся. А на таком уровне, когда люди находятся, особенно Раби Йоханан, он уже был со Всевышним как одно целое, да. Написано, обиделся Раби Йоханан на Раиш Латиша, заболел Раиш Латиш. Прибегает сестра Раби Йоханана, его родная сестра, жена Раиш Латиша, говорит, муж мой заболел, помолись за него, я же вдову останусь. Раби Йоханан, он говорит, Всевышний, он о вдовах позаботится. Она говорит, дети сиротами останутся. Он тоже каким-то отрывком историй, что Бог любит сирот. Но она думает, ну что, ушла, в общем, она проходит какое-то время, и умер Раиш Латиш. Раби Йоханан, он впал в депрессию, он разорвал на себя одежду, все, где Раиш Латиш, как же я мог, как это все получилось, он очень расстроился. Мудрецы ему прислали другого мудреца, чтобы он с ним учился, и Раби Йохананан говорил какую-то вещь, ну, в Торе. Тот приводил ему 24 подтверждения. А он ему говорит, эх, говорит, Раиш Латиш, когда я говорил какую-то вещь из Торы, он мне задавал 24 опровержения, 24 вопроса, а я ему давал 24 ответа, и так, как бы, Тора умножалась. А ты мне говоришь, что я красиво сказал, так я знаю, что я красиво сказал, я и так знаю, что ты мне своими подтверждениями добавил. В общем, он очень сильно расстроился, Раби Йохананан, и он чуть ли там не сошел с ума, мудрецы за него молились, в общем, такая была очень грустная история, да, в итоге. Теперь, что мы отсюда видим? Мы отсюда видим, что определение злодея, оно очень-очень сложное, да, мы видим, что Раиш Латиш, который вот здесь, а, и здесь понятно нам, почему упомянут Раиш Латиш. Из-за того, что он был когда-то разбойник, а потом он стал праведником, то он знал, он в людях разбирался. Он не был такой, как тот Равин, который там отучился в Ешиве всю жизнь и заходит в синагогу человек, который говорит, я, значит, хочу там что-то начать соблюдать. И Равин, который всегда видел только цадика в своей жизни, он может ошибиться. И люди, которые полагаются на мнение Равина по людям, они, в принципе, не должны особо полагаться, потому что Равин не разбирается, он ко всем подходит как к праведникам, да, вот смотрит на них, видит на них праведников, как Рэба учил. А Рейш Латиш рассказывается, если он с кем-то разговаривал, он точно знал, что это человек с хорошими качествами, потому что из-за того, что он раньше был бандит, он насмотрелся и видел, как бандиты умеют обманывать, аферисты, они так умеют обманывать, что, ну, то есть, дальше некуда. Поэтому их может понять только такой же аферист, который был аферистом, он может понять в этих деталях, где этот аферист, он уже не доверяет и так далее. Поэтому здесь написано, что если люди видели, что Рэш Латиш с ним разговаривал, значит, он верный человек. Дружба таким образом может уподобиться лесте. То есть, если теперь вы знаете, что этот человек злодей, и вы на виду с ним начинаете хорошо общаться и дружить, то вы можете быть соучастником его преступления, грубо говоря. Пятый вид лести. Когда человек, которому все доверяют и которого слушаются, назначает своего родственника руководителем общины или воровины. То есть, пятый вид лести, это когда коррупция по-другому, да, это тоже лесть. И написано так, что в трактате Санедрин в Талмуде, что кто назначает недостойного судью, как будто бы устанавливают идола в Израиле. Если там есть мудрецы, то как бы устанавливают идола возле жертвенника, и Всевышний накажет того, кто назначил недостойного. Это Санедрин, трактат Санедрин, седьмой лист. То есть, получается, что тот, кто назначает вот таких недостойных судей. Вот сейчас в Израиле многие там задают вопрос, вот, значит, вот это 7 октября, Хамас вдруг напал, 1200 убитых, все. До этого было два или три месяца, в Израиле были каждый день демонстрации. Общество раскололось на две части. Была одна часть, говорила, что судьи, которые сидят в Верховном суде, они недостойные люди, потому что они, их никто не выбирал. Это не выборная должность, они сами себя назначают, и это как высшая власть в Израиле. Верховный суд, это называется богатство. Есть там Верховный суд, типа, да, которых назначают сами же судьи, и они как бы являются высшим органом, который может перекрыть, он выше, чем даже парламент. И парламент, который избран большинством народа, они говорят, это неправильно, давайте как-то у них замерем эти полномочия. То есть есть парламент, их выбрал народ, тут хоть понятно. Есть там пример министры и правительства, его выбрал парламент, тут тоже понятно. Все идет как бы по большинству. А эти почему выше все? Почему они вдруг сами себя назначили? А вторая половина говорит, не-не-не, все равно должен быть какой-то орган, который контролирует парламент и правительство, потому что иначе они захватят власть. Эти отдельно, да, они как бы на своей волне, да, они все время назначают одних и тех же левых, ну левые, да, есть такое слово, левые. Они эти все, но они хотя бы так, не как бы, есть какое-то равновесие, да. В общем, в итоге, в итоге все время, ну мы же видим, кто назначает недостойного судью. А если они недостойные, это как будто бы идолы. Потом бах, приходит проблема. Может такое быть? Может. То есть я сейчас это была просто как теория. Шестой вид лести. Относится случай, когда у человека есть возможность протестовать против деяний преступников, а он не протестует, а как бы не замечает совершаемое преступление. Здесь тоже эта книга ставит нас в сложную ситуацию, потому что, например, написано «Искорени зло из своей среды». И говорят мудрецы, если есть возможность протестовать против своих домашних, но не протестует, он наказывается за своих домашних. Если есть возможность протестовать против жителей своего города и не протестует, наказывается за жителей своего города. Если есть возможность протестовать против всего мира и не протестует, наказывается за весь мир. Понимаете? То есть это нас поставили в сложную ситуацию, да. Потому что, так что, сейчас идти на все демонстрации, протестовать против любого зла, все. Дальше он напишет такую вещь, что в седьмом виде листа, когда некто видят, что жители его города жестоковырные, упрямый народ, думают, если я стану укорять их, они, наверное, меня не послушаются. И он останавливает себя и не укоряет их. А ведь жители города могли бы раскаяться. За это были наказаны чистые праведники во времена разрушения первого храма. Но, дальше он продолжает. Значит, мы подошли к седьмому виду листа, восьмой это будет завтра. И вот тут давайте разберемся. Значит, с одной стороны написано, что человек должен протестовать там, где его услышат. А если не услышат, то не должен. Рассказывается одна история, как в одном городе был там директор банка какого-то еврея, но который уже ничего не соблюдал. И этот банк забрал у бедной вдовы, забрал он, у него был заложенный дом. В общем, сказали, уходи на улицу и все. Хотели забрать у него дом у вдовы. И тут к этому директору банка приходит раввин этого города. Значит, он пришел, раввин, тот его впускает. Говорит, здравствуйте, что вы пришли? Тот говорит, по делу, какого у вас дела? Он говорит, не скажу. Он говорит, а зачем вы пришли? Говорит, да надо. Ну, тот говорит, послушайте, мне непонятно вообще, что тут происходит. То есть, с одной стороны, вы пришли же, по делу, по делу, так скажите, какого дела? А вы молчите, я не понимаю, что происходит тут. Он говорит, вот этот отрывок из Талмуда, он говорит, с одной стороны, есть заповедь протестовать, когда слова будут услышаны. С другой стороны, есть заповедь не протестовать, когда эти слова не будут услышаны. Это тоже заповедь. То есть, нет смысла протестовать, где слова не будут услышаны. Он говорит, я думаю, что слова не будут услышаны. Поэтому я пришел, чтобы как-то все равно, может, вы сами догадаетесь, с чего я пришел, но я не буду ничего говорить, потому что я думаю, что слова не будут услышаны, поэтому заповедь не говорит там, не будет. Вот этот директор этого банка говорит, так, стоп, о чем это дело идет? А, вы насчет той вдовы, которая должна выходить по документам, там, все, она деньги заняла, деньги не отдала, все. Потом говорит, ну, с другой стороны, она вдова, выгнать ее на улицу, то, сё. В общем, в итоге, этот раввин, он как раз нам показал вот эту грань. Ты никогда не знаешь, где эта грань. Протестовать, не протестовать. Есть в советское время один диссидент, он другому диссиденту на кухне говорит. Ты знаешь, говорит, у тебя не мог смолчать. И я вышел, и в знак протеста, прямо возле мавзолея, прямо вот напротив вот этого вот Кремля, я, значит, пописал знак протеста. Тут говорит, и тебя не арестовали? Он говорит, нет. Он говорит, как? Говорит, я штаны не снимал. Это такая шутка, да, то есть, чтобы было понятнее. И последняя шутка, чтобы было хорошее настроение. Илья пытается активно уравновесить зло добром. Увидел, парни бьют мальчишку, красиво рядом станцевал. Мы никогда не знаем, где вот здесь, где вот эта граница, потому что мне лично кажется, что тот же, например, Навальный, который протестовал, его убили уже практически, он чудом спасся. А он продолжал протестовать, приехал в эту, его посадили, и он в тюрьме умер. Я считаю, что он ничего не изменил. Он ничего не изменил никому. Он только, наоборот, показал, насколько страшно протестовать и насколько, значит, насколько плохо заканчивают те, кто протестуют против злодеев. Что делать в этой ситуации? Я вчера тоже рассказывал. Есть вещи, в которых непонятно, что делать. Конкретно непонятно. Поэтому лучше не вступать в конфликт. То есть, если эта ситуация какая-то пограничная, спорная, лучше идти, есть множество ситуаций, где человек может сделать добро и помолиться Всевышнему, попросить у Всевышнего изменить ситуацию. Человек может сделать, поучиться и еще помолиться, поблагодарить все рад Всевышнего и помолиться, сделать добро какой-то старушке и помолиться, сделать это и помолиться. То есть, есть вещи бесспорные, которые ты можешь делать. Есть вещи спорные, в которых ты можешь выиграть, можешь проиграть. Так зачем идти на то, где ты можешь выиграть, можешь проиграть, где есть очень большая вероятность того, что ты проиграешь. Если у тебя есть возможность делать конкретно на 100% правильные, добрые, богоугодные дела и получая поддержку от Всевышнего, с помощью молитвы менять реальность. Я считаю, что это правильный более путь, поэтому мы с вами молимся за мир, молимся, чтобы всем хорошим людям было хорошо, чтобы Всевышний дал всем хорошим, добрым людям благополучие, духовным, материальным, силу, успех, деньги, здоровье, все, чтобы было хорошо у добрых, хороших людей, а плохие люди, они сами с собой разберутся. То есть у злых людей, у них очень много врагов, и пускай, знаете как, когда боюют злодеи, то иногда молятся, чтобы Бог дал удачу обоим, но злодеи они не могут, они все равно будут бороться. Кто с ним будет бороться? Или Елена Малиновская будет бороться? Или Елена Малиновская будет молиться, читать псалмы, делать добро своим близким и просить, чтобы Всевышний уничтожил злодея. Вот, или она пойдет, значит лично попытается там и сядет потом в тюрьму на 20 лет, не дай Бог. Зачем это нужно? Все, всем удачи, успехов, шаббат, шалом, чтобы был шаббат, хороших, всем хорошим, добрым людям, и чтобы в заслугу нашего шаббата в мире был шалом. Все, удачи, успехов, до воскресенья.